День до берег! Тоскнились все за нами, соскучились? А мы продолжаем традицию совместного просмотра стендапа на польском языке. Почему данный просмотр очень полезен для вас? Во-первых, это живой современный язык. Во-вторых, там всегда очень много культурных интересностей. И в-третьих, мы все для вас разложим по полочкам и разжуем. Ну и, как всегда, лапки в гуре, коментарии и субскрипции. До работы! И сегодня, при помощи Грегора Дольняка и его концерта Flashback, мы окунемся в польское детство 90-х годов. Обязательно делитесь в комментариях, было ли у вас похожее детство. В летах 90-х, как вы были дети на подвёрке, вы были как бездомный. В летах 90-х, как вы были дети на подвёрке, вы были как бездомный. В 90-х годах, когда ты был ребенком, ты был как будто бомжом. В той только разницей, что когда ты был голодный, тебе не нужно было есть отходы. С той разницей, что когда ты был голодный, ты не должен был ехать отходы. Ты сходишь под блок и было... МАМО! Но я не буду повторять, как он, я сорву голос, простите. Ты подходил к дому, и было... МАМА! Не мам поенче скот матки ведя вы, ктура кеды ма выжечь. Завши трофя вы? Не. Я вообще без понятия, откуда мамы знали, когда кто должен выглянуть. Всегда попадали, правда? Что за форма такая интересная МАМО? А это всего лишь так называемый ВОООДЖ, звательный падеж. Да, в польском языке есть и такой. Мы употребляем данную форму, когда обращаемся к кому-то. Например, мамушу, дай курчака. Мамочка, что? Мамочка, дай курочку. Что? Студентко, учче. Ну-ка учись, студентка. Татушу, ходь мы на улице. Папуль, пойдем на улицу. Здесь встретилась еще одна интересная форма. Про маму. Кеды, мама, ма, выжечь. Всем известно, что глагол меть обозначается как иметь, владеть чем-то. Но иногда он может использоваться в качестве должен. Например. Прошу, а ли уж мам ищ? Извините, но мне уже нужно идти. Или можно написать это до утра. Ты должен это написать завтра. Не понимаю, скон матки везти, которая когда-то может выжечь. Скорее всего. Мамо! Мамо! Чё орёшь, говнюк? Чё хочешь? Чё орёшь? Ну и опять же здесь появилась звательная форма слова гнуй, говнюк, гною, потому что мама к нам обращалась. Например, что ты гною робишь? Что ты, гадёныш, делаешь? Альбо гною потом пришла, думаешь, не хочется видеть? Что ты, урод, пришёл? Я тебя не хочу видеть. ЖУЧЬ МИ НА БУЛКЁЕ! И з окна лечила 2 злотовка впепрzona в 17 рекламуэк, чтобы не згубилася в траве. ЖУЧЬ МИ НА БУЛКЁЕ! Скинь на батон! И з окна лечила 2 злотовка впепрzona в 17 рекламуэк, чтобы не згубилася в траве. И из окна лечили 2 злотых, всажены в 17 пакетиков, чтобы не потерялись в траве. ПРОДОЖЁНОaroo ЗАМУВИЯ НА ВЫЗЖЕ КВОТЫ Например, на бумажную десяточку. Дыха – это сленговое название купюр в 10 злотых. На пшикват такава куштова вами. Дыха – этот кофе стоил 10 злотых. Альбо или выдаочно темпс дуре – две дыхы. Сколько ты на эту фигню отдал? 20 злотых. Но это уже была проблема, потому что должен был быть парашют из пакета и грузика. Записывайте в словарик. Спадохран – парашют. Рекламовка – пакетик. Обчанжник – грузик. Очень часто на кассе в Польше вы услышите от кассира, czy доручить рекламовке – пакет нужен? Ну, то уже был проблем, бо musел быть спадохран с рекламовки и обчанжник. И каждая любовная матка в летах 90-х поэт T Miranda могла из этих взрывов сделать такой посHE deedливый план маршала. Такое компенсирование с дошивание гнойов. И тогда улетел с пакет из пакета с дыхом и гдаринкой. И каждая любовная матка в летах 90-х поэтела из этих взрывов сделать такой пос��альный план маршала. И каждая любимая мать в 90-х годах смогла сделать из этих сбросов сбросов план Маршалла на районе. Историческая справка. Что такое план Маршалла? План Маршалла – это помощь в восстановлении Европы после Второй мировой войны, в том числе Польши. Обращаю ваше внимание, что в польском языке нет такого глагола, как zmucz. Есть mucz – mocz, но zmucz – smocz нет такого, но есть прекрасный глагол-заменитель – potrafić – smocz. Например, на певно не потрафи зробиц тего задания, я не смогу сделать это задание. Такое дофинансование з доживянем гноюв. Такое финансирование, пропитание говнюков. Ну, я как бы просто перевожу ничего более. И втеды лечеў з падохрун з дыхаў и з мандаринкаў. И тогда лецеў парашут з десяточкой и з мандаринкаў. И тогда лецеў з падохрун з дыхаў и з мандаринкаў. И тогда лецеў з падохрун з дыхаў и з мандаринкаў на загрызк. На закусон. Ешче приклад з тим словем. Че мас шоў на загрызк до вудки? Очывіще јаўка в майонезе ораз огуре кишсоны. Їшчо на закусон к водочке? Їшчо јаўка в майонезе и солоно огурец. Боди, как будто бы я всю жизнь бухај. Ну, конечно, нет. Это любовь в чистом виде. То есть чиста милоў. Я мешкајў в летах 90-тых в 4-пятровым блоку без винды. Я в 90-х годах жил в пятиэтажном доме без лифта. На правде фураже че летяў да мне с окна. На самом деле куча всякой фигни с моей квартиры вылетала. Обращаю ваше внимание на то, что у поляков пентру начинается, в нашем понимании, со второго этажа. Потому что первый этаж, в нашем понимании, это партер. Поэтому 4-пентровый блок, то есть партер плюс 4 пентра, то значи пятиэтажка. Ещё обращаю ваше внимание на слово блок. Блокем мы называем обычные многоэтажки. В то время как слово дом – это абстрактное понятие места, где мы родились, живём или место, которое мы очень любим. Или частный дом. В данном случае фура обозначает дуже, очень много. На пшиклад дзися я зрубиў фура жачи. Сегодня я переделала кучу вещей. «Направда фулл речи лечало оде мне з окна. Мам выражение, что как был бобасем, стара мя завија в сиатке, выпьердала мя через окно, лондовај в вузку, стари шедј на спацер. Мя то так опанованное, что ваза ми з днастии Минк бы жуцала на брук, жадна бы си не стукла». Мать меня просто закручивала в пакет, нахер выкидывала в окно, я приземлялся в коляске, батя шёл со мной на прогулку. Записываем. «Бобас», «малой», «малявка», «малыш». «Напшиклад» «Посмотри, какие у этого малыша прекрасные глазки». Всем известно, что слова, обозначающие родители в польском языке, это «матка» и «отец». Но часто дети довольно пренебрежительно называют своих родителей стары люб стара, в русском аквиваленте «предки». Когда кто-то не понимает ваши вежливые просьбы покинуть помещение, можно сказать «выпердала и стонт», но это понятное дело в крайних случаях. Она так освоила это искусство, что если бы она бросала вазы из династии Минь на дорогу, ни одна бы не побилась. «Меть coś опанованное, освоить что-то». «Мела то так опанованное, что вазами из династии Минь бы рюкала на брук, żadна бы не стукла». Так много вещей влезло от меня в окна в лет 90-х, так много вещей влезло от меня в 90-х, что жилищных кооператив на тротуаре под моим балконом нарисовал х в кружочке. Отмечу, что х – это обозначение «хеликоптер», то есть вертолёт, площадка для вертолёта. Обязательно пишите ваши впечатления о данном стендапе, а также ваши воспоминания из детства.